Намам Вишну Падай, Кришна Прештай, Буталейшиматы Бхакти Веданта Свамины Цинамине Намасте Сарасвати Девы Горавани Прочарине Нирвишэ Шашунья Вадди Пасчатья Дэ Шатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Ницянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вассади Гора Бхакта Вринда Харей Кришна, Харей Кришна, 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 Харе, Харе Харе Рамах, Харе Рамах, Рама Рама, Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе, Шлупа, Даки. Хорошо, давайте попробуем за полчаса закончить тему нашего семинара, чтобы все ее услышали. А Караганда уже уехала или еще здесь? Караганда еще здесь. Так, Ануградхик уехала, да? Или Анугад тоже здесь? А, здесь еще, ну слава Богу. Да, давайте мы все вместе закончим. Хорошо. Итак, мы с вами сейчас говорили о вхождении в Бхаджана Крию. И мы поняли, каким образом само по себе проведение правильных разных частей программы, оно помогает преданным начать, начинающим преданным членам Бхакти Врикши, начать практиковать Харе, Кришна, Мантру. Что еще может помочь? Давайте поймем здесь плюс к этим частям программы. Каким образом еще лидер Бхакти Врикши помогает войти в практику? Личная забота. Да, то есть очень сильный инструмент, давайте напишем, личная духовная забота. То есть кроме того, что проходит встреча, он звонит каждому, он общается, в гости приглашает, сам в гости приходит. То есть ему нужно очень хорошо знать, что происходит в жизни этого преданного. И чем в большей степени лидер Бхакти Врикши это знает, чем больше перед ним раскрываются, тем больше он может помочь. Например, человек хочет повторять 16 кругов, но не получается. То есть времени хватает, все время не успевает читать 16 кругов. Что нужно сделать? Посмотреть его режим дня, карточку садана, когда ложится, когда встает. Может быть что-то можно подправить, может быть он мог бы ложиться пораньше, вставать пораньше. То есть когда мы начинаем погружаться в личную ситуацию человека, в его личную жизнь, то мы можем ему более реально помочь. Так что личностная духовная забота. Хорошо, теперь давайте это все сотрем и пойдем дальше, потому что время наше ограничено. Мне хочется, чтобы мы видели полную картину. С просадом все понятно, да? Просад всегда благоприятствует духовной практике. Хороший. Теперь дальше. Напишем заголовок о надханеврите. Да, вступение в Бхакти. Вот тут начинается самое интересное. И скажите мне, вы наверное все уже поняли, в культуре Бхакти-врикши с какого момента начинается реальная на надханеврите? Оно конечно и с самого начала начинается, но более серьезно, когда начинается такая глубокая работа. Становится лидерами. Ну вот, да, то есть, настоящая глубокая проработка начинается тогда, когда берем на себя какую-то ответственность, ответственное служение в обществе преданных. Поэтому давайте несколько соображений здесь. Напишем сначала, как помочь людям стать лидерами. То есть, как выращиваются лидеры. Это один запрос, который раздавался в первый день. Под заголовочек. Как выращивать новых лидеров. Во-первых, давайте поймем одну еще важную вещь. Ожидаем ли мы, что все члены нашей Бхакти-врикши станут лидерами Бхакти-врикши? В идеале, да, это самый мощный вариант развития программы. Но понятно, что в реальность, скорее всего, это не получится. И при этом это не должно как-то наших отношений разрушать. Одна из типичных ошибок, когда те, кто не стали лидерами Бхакти-врикши, начинают чувствовать, что мы неудачники, мы не стали лидерами, соответственно, лидер нас меньше любит. И они уходят в итоге с Бхакти-врикши. Остаются в Бхакти-врикши только лидеры. Нет, на самом деле, когда заканчивается Бхакти-врикши, мы всей группой переходим на Бхакти-врикши. У нас там продолжается духовное образование, там у нас Бхагавадгита. Ну, тут какие модули БВ-два есть, вы их можете увидеть, ну, наверное, вы их знаете. И печенье молока. То есть мы сохраняем группу, насколько возможно. Мы с ними дальше продолжаем наш духовный путь. И в чем наше стремление? Может быть, не все станут лидерами Бхакти-врикши по разным причинам. Но очень хорошо, если каждый сможет занять какую-то лидерскую позицию. То есть принять на себя какую-то ответственность в этом движении. Вот это очень важно. Потому что это мы должны понять, это универсальный принцип, что настоящий духовный прогресс означает принятие ответственности. Да? Что такое Бхакти? Бхакти означает, что что-то делаю для того, кого я люблю. То есть я не просто теоретически об этом говорю, я даже не просто занимаюсь духовной практикой, я беру, я беру, что-то делаю для Кришны. Ответственность регулярно, принимаю на себя ответственность, проявляю свою творческую инициативу, вкладываю в свое сердце, вкладываю в свою энергию, в свое творчество. Вот это означает лидерская позиция. И это точно нужно нам понять, что это то, что мы объясняем. Это правда, это истина. Это мы объясняем членам Бхакти-врикши, что ваше дальнейшее духовное развитие означает взять на себя какую-то ответственность. Матаджи Прямо Падмени в последние приезды говорила, что в Бхакти-врикши могут проявляться 4 вида лидеров. Давайте это запишем. Из-под заголовочек 4 вида лидеров. Первое, это собственно лидер Бхакти-врикши. Лидер Бхакти-врикши. Второй вариант, это преподаватель. Это немножко меньше ответственность, чем лидер Бхакти-врикши. Лидер Бхакти-врикши отвечает за людей, за их личностный рост. Преподаватель, он отвечает за то, что преподавать какой-то предмет, это может быть философия, это могут быть какие-то практические вопросы, которые тоже нужно преподавать для членов Бхакти-врикши. но он не берет личный ответ за духовный рост преподаватель 3 проповедник то есть только работает с внешней аудиторией например бы в ноль ведет давайте там может кулинарные курсы вести курсы йоги семейных отношений там женскую сангу тогда еще такие примеры все больше и больше программа рассчитана на внешней аудитории из которых потом люди будут бактеврикши попадать 3 4 ответственно за какой-то вид служения что человеку нравится делать килтон и 5 отлично пусть обучает других петь киртона любит готовить отлично пусть обучает приготовлению пищу вместе готовит для для фестивалей и так далее ответственно за какой-то вид служения вот четыре вида лидеров любое скотт лидер проявившийся в одном из четырех категорий это уже успех то есть это значит он будет духовно расти это во всех четырех видах лидеров нуждается наша община и в идеале они все остаются в bb2 то есть пусть они даже разные лидеры но все равно это друзья эта команда эта семья и поэтому ничто не мешает им оставаться дальше в рамках одной и той же бактеврикши второго уровня теперь как мы выращиваем мы принципе с вами уже обсуждали сейчас не будем повторяться то есть что у нас есть у нас есть наш пример вдохновение понимание которое мы передаем и так далее что еще мы делаем вы знаете об этом на пятом модуле мы поручаем ввести разные части программы членом нашей группы этих технически готовит к тому чтобы уметь вести бактеврикши и затем когда дело подходит к ветвлению то мы начинаем конкретно планировать открытие групп и обычно мы какие-то команды создаем при этом вот эти четыре вида лидеров сотрем и подпишем несколько пунктов как выращивать новых лидеров четыре вида лидеров можно стереть тоже под заголовочек и как мы это делаем это вот пример вдохновение ведение разных частей программы и подготовка команд как мы готовим команды мы дополняем какие-то возможности запомнили пример вдохновение ну тогда предыдуйте я пока буду дальше говорить вот то есть команда да ты сюда есть квартира у другого есть получше знание философии 3 хорошо готовит или поет вот мы собираем приятных может быть никто из них по одиночке не было бы готова бактеврикши открыта вместе уже не так страшно не так опасно да то есть вместе такой команды друзей мы легко открываем бактеврикши поэтому в идеале что происходит на на этом этапе при переходе от bv1 к bv2 мы разбиваем группу на команду в идеале когда вообще каждый войдет в какую-то команду лидерскую идеальная ситуация муж тогда у него будет ответственность он будет духовно расти и всем остаемся одной команды которые занят одним общим делом дальше продолжаем бактеврикши развивать это уже другие были пункты ведения разных частей программы дальше формирование лидерских команд но лучше это отдельно пунктом это все разные пункты на их сегодня четыре или пять можно считать введение разных частей программы формирование лидерских команд и идеальная ситуация для бв2 когда каждый или ведет бактеврикши или помогает вести бактеврикши за счетской служению бактеврикши сюда вас такая равномерная получается группа единомышленников это самый лучший вариант еще одна вещь нужно отметить что все растут своей скоростью формирования лидерских команд то есть это мы должны быть к этому готовы да то есть мы конечно в идеале после 6 4 недель все открывают группу на понятно что кто-то еще читает 16 кругов кто-то еще не готов не чувствует себя верности поэтому не проблема мы дальше не занимаемся в было 2 и мой бы через полгода через год через полтора года кто-то еще будет открывать группы мы должны быть к этому вполне готовы быть терпеливы продолжая все равно заботиться обо всех этих преданных видя в них будущих лидеров даже не станут лидерами все равно не члены нашей команды и мы должны заботиться о них теперь переходим к самому интересному то есть мы открываем бактеврикши и вот тут начинается серьезная на арт-ханеврити почему мы принимаем ответственность это серьезно то есть до этого мы как дети мы просто приходим на и наслаждаемся нас кормят нас развлекают о нас заботятся детское состояние когда мы берем на соответствие это уже начинается такой переход во взрослое состояние всегда есть этот кризис трудного возраста вот это обычно происходит с начинающими лидерами имея такой момент открытие групп у них начинается переходный возраст и во сколько у них баджан и крии более-менее уже установилась вот тут собственно это очень хорошие ситуации для того чтобы начать работать своими анархами и так почему именно здесь начинает проявляться анархия но уже система взаимоотношений более сложная да там просто были дети новички а тут мы уже для кого-то мужа старшие для кого-то равные для кого-то младшие мы заняты какой-то деятельностью а деятельность означает какие-то ситуации разные мнения разные точки зрения до команда лидеров bv2 вот я плоти тоже команда лидеров в один этот счет просто дети которых мы кормим вы выдвое тоже лидеры это означает что их может быть свое мнение по каждому вопросу да и что делать лидеру сектора с этим это обычно кризис прежде всего для лидера сектора до этого все были дети все были вам благодарны все его слушались а теперь они лидеры они могут соглашаться со мной а могут не соглашаться и какой кризис испытывает лидер сектора у него сразу возникает несколько типичных ошибок ладу записывать не будем просто слушать пожалуйста записывайте к себе первая ошибка лидера сектора он думает ах они такие умные ну тогда я пошел пусть сами бактиврикшу ведут вот пусть без меня попробуют а я лучше новый бы в один открою в один-то все благодарны это меня любят а эти что-то возгордились уже ребята нет пусть они сами бактиврикшу ведут и лидер сектора просто оставляет свои обязанности это полный крах да это значит был один эти не будут успешными и он не будет дальше развиваться другая обратная ошибка начинает давить ты что ты авторитета не принимаешь я же старший преданный я представитель парампоры я представитель истины для вас вы совершаете ваш на в аппаратах тем чтобы не слушаете начинает давить авторитетом к чему это приводит конфликты и отход он может быть и да давит но как найти как говорится операция прошла успешно пациент скончался то есть он может доказать что он прав но люди просто уйдут или будут действовать но не не вдохновленные что ведь лидерской позиции требует инициативы и вдохновения а если меня давит и просто требует делать то что сказано то лидерская как бы природа не будет проявляться это будет просто исполнителя исполнители не мог быть лидерами давайте это вторая ошибка лидера сектора теперь с другой стороны какие ошибки лидеры группы новые допускают те же самые до с другой стороны то есть или они слишком зависимы и не проявляют как лидеры или они наоборот начинают бунтовать и пользу отношения но когда лидеры групп портят отношения с лидером сектора что происходит они рубят сук на котором сидят это же их поддержка это их защита их лидер сектора он же они заботятся он их поддерживает он и помогает и когда лидер губа говорит ну вот я разочаровался думала такое возвышенно и преданное оказалось мне тоже недостатки есть начинает говорить новоявленный лидер группы то если внутри у нее это расчарование происходит он перераба перерубает канал по которым к нему энергии идет перерубает сук на котором сидит где возникают духовные проблемы понимаете поэтому у культура бахтеврикши эта культура построение сохранения взаимоотношений и культура отладки отношений эта тема конечно очень отдельная и большая вы бы немножко камере об этом говорила в семинаре по командообразованию то есть культура бахтеврикши это культура прояснения то есть мы не уходим мы не хлопаем дверью мы не отвергаем мы просто общаемся и проясняем все что нужно пояснять до тех пор пока отношений не наладятся и что необходимо на этом этапе необходимо чтобы все наши лидеры они нашли в себе достаточно смирения чтобы оставаться и продолжать действовать во всей этой сложной системе взаимоотношений проще сказать все мне сектор не нужны я буду сам по себе бахтеврикши вести или лидер сектор говорит да мне эти не нужны пусть они сами ведут без меня отношения разрываются и и духовного прогресса нет мы не прошли анартха неврите мне не проработали эту нашу гордость наше ложное эго мы вы духовно прогресс не совершаем а правильная ситуация какая она в том что мы остаемся и продолжаем в этих отношениях пусть они даже но в чем-то и некомфортно и на нам мы мы продолжаем в москве мы сейчас у любого начинающего лидера берем три обета прежде чем он получает благословение открыть бахтеврикш давайте запишем эти три обета когда ташкентцам нужно будет ехать за пять минут вами бахните рукой туда и семинар свернуем и мы пообщаемся можно стереть на то есть три обета которые на самом деле защищают от неудачи по нашему опыту это защита от неудачи в бахтеврикши первое это вести бахтеврикши под руководством более опытных преданных если лидеры секторы и лидеры округа это означает что мы занимаем как бы смиренные позиции положение положение ученика и это есть принцип парампора да то есть мы не от себя действуем помните в первый день обсуждали что можем быть лидерами если мы действуем не от себя если мы представляем кого-то мы почему-то по ручению действуем вот это позволяет нам постоянно обучаться понятно что мы будем несовершенны как лидеры поначалу но наш старший лидер может нас корректировать поправлять подсказывать таким образом постепенно мы будем совершенствоваться все больше и больше 1 до ученичества принцип арампоры второй очень важный принцип всегда оставаться членом команды лидеров то есть бы в 2 иначе говоря и на любом уровне так смотрите права по даже этот принцип заложил по всему искон даже на уровне gbc не существует отдельных лидеров они в команде должны быть даже лидеры высшего уровня в искон то же самое есть совет я ты совет региональный всегда то есть весь искон построен по принципу команд вот так и в актив ликши должна быть построена любой лидер он может быть лидером успешным только тогда он входит в команду равных первое это общение старшими второе это общение с равными и то и другое являет нас источником обучения заботы и поддержки и общение со старшими общения с равными мая будет нам говорить всегда что она будет говорить у меня нет времени ходить на бв-2 у меня же моя бахтиврикши мне нужно заботиться о преданных то есть мая она будет говорить так на что это означает если я выхожу из команды лидеров то через какое-то время потерплю неудачу все бахтиврикши которые закрывались на нашем опыте всегда это означало что у лидера нет отношений с равными и старшими он терял источник энергии поддержки вот и третье не закрывать бахтиврикши в случае неудач то есть понятно трудности будет будет что-то не получаться люди не приходят люди не прогрессируют но каков обет лидера чтобы не было буду продолжать терпеливо и смиренно подрать мое служение а есть не получается то что я делаю я опираюсь на поддержку равных и старших я туда иду с проблемами к моему лидеру сектора и к моим коллегам по команде лидеров бв2 и что еще и делаю молюсь потому что в конце концов но от кришица зависит не от меня нет это это к третьему то есть как как не закрыть группу в случае неудачи вот так опера обращаясь за поддержка к старшим к равным и просто вознося к лишней молитве всели вы свою духовную практику конце концов в этом наш ресурс помощи вот и чтобы какой-то итог подвести смотрите то есть что такое анартха не врите анартха не врите означает что мы сознательно работаем с ими анартхами какое-то ощущение происходит всегда какие-то анартхи проявляются всегда но чтобы успешно пройти вот эту стадию анартха не врите выйти на уровень ништхи мы должны это делать сознательно ты что это означает это означает позиции ученика помните мне говорили то есть я рассматриваю все происходящее как урок кришны запишем прямо крупно до рассматривать все как урок от кришны вот если вы это одно запомните в этом будет тренироваться вы преодолеете любые кризисы ваших bv1 bv2 в отношениях между лидерами то есть обычная реакция к и возникает конфликт между лидером группы лидером сектора например и какая реакция но он не прав потому что я же прав по определению да то есть наша как работает наше сознание что я всегда прав ну просто по умолчаем что-то я то есть такой механизм ложного эго вот так ли это сам что еду я же бог по сути своей да я же не не могу ошибиться вот поэтому все конфликты между лидерами основана этому что один говорит я прав и я прав и ну и каждый прав поэтому вместе делать нечего не просто или один как-то начинает давить другого или не расходятся анартха не врите не происходит а если наша позиция правильная возникает отлично давайте разбираться давайте прояснять какие качества мне вызвали этот конфликт что я должен себе изменить когда я так этому подхожу тогда я могу проработать любой конфликт и не только выйти из него максимально благоприятным способом да то есть с миром и сохранив хорошие отношения но и при этом какой-то урок пройдя то есть реально очистившись уменьшив ложное эго убрав какие-то свои анартхи которые наиболее типичные мы знаем это гордость это жадность это зависть и так далее вот эти вещи которые собственные покрывают чистую душу понимаете да то есть если мы просто остаемся в эту вот как бы в системе бактив ликши продолжаем служить невзирая ни на что мы вырабатываем все хорошие качества терпение и смирение нежелание почтения к себе готовым заказывать почтение каждому убираем все негативные качества гордость зависть выжделение и так далее просто вот я вас уверяю побудьте пять шесть семь лет в этом лидерском служении внутри бактив ликши и ваше сердце существенно очистится просто вы не должны уходить не должны бросать не должны разочаровываться и не должны оставлять конфликты нет недорешенными даты и должны порабатывать их этот ответ осознанная позиция есть еще раз я любую ситуацию любую проблему вижу как урок как возможность ведь конфликт ведь не беда это хорошо это возможность чем-то поработать это возможно что-то в себе изменить проработать какие-то качества это здорово правда поэтому у нас этого в актив ликше будет достаточно неизвестно потому что мы занимаемся каким-то активным служением лидерской позиции под будут возникать какие-то конфликтные ситуации это здорово вот это главное дальше начинается уже этом понятно нишка руччи с акте дальше все просто если мы год за годом продолжаем наше служение и проповедь все больше и больше расширяется у меня все больше и больше вкуса к этому до кишин дает все больше и больше милость я помогаю все большему количеству преданных естественно что эти более высокие стадии бакте будут проявляться конце концов шрила правопада принял утама адхикаре то есть преданного высшего уровня как того кто постоянно погружен в миссию проповеди сознание кришны топление правопадов только функциональное определение то есть только постоянно поглощен миссии проповедут эту там адхикаре вот можем дойти до этого уровня просто всю жизнь оставаясь в этой миссии вот вкратце это то главное что хотел вам сказать может быть если нас время есть парочка вопросов на эту тему есть микрофончик для зала я хотел узнать если вот вы говорите что если b1 прошло b1 и некоторые преданные начали заниматься другим служением но тоже лидеры стали и они могут на b2 приходить дальше дальше продолжать на день и потом вы 2 заканчивается тоже было существенно заканчивается единственное что технически мы называем b3 встречу лидеров секторов но это практически продолжение b2 там уже может быть некое разделение думаешь на уровне b3 нам нужно отдельная более профессиональная встреча лидеров секторов потому что там уже очень сильно означает профессиональный вопрос именно искусство ведения бках тендик видео построение сектора поэтому может быть на этом уровне будет 2 разные встречи одно это будет просто продолжение bv2 игронос тут дальнейшее духовное общение дальнейшее духовное образование и другая встреча тоже профессиональное мог быть более редкой но необходимой профессиональные встречи лидеров секторов это мы называем будущими просто может быть под в dv2 продолжал а так принципе она может быть бесконечность бв 2 да то есть это как ну как на махата группы духовного общения но и отличие в том что все ее члены или многие они вот эту лидерскую позицию занимают и это наполняется вкусом и смыслом эту bv2 но только они разные лидерские позиции это возможно потому все равно в конце концов и бактивник шапчину создает в активник швидни сама по себе бактивник ши выстраивает целостную ващнапская община в это общение все равно нужны и повара и киртанисты и пуджаре и мы можем оставаться одной команды все вместе развивают ваш на общину просто спасибо а можете пояснить вот не закрывать случае неудачи ну это частной ситуации у лидера был один счет не получается люди не приходят дамы приглашая просад на готовили никто не пришел там один раз другой вот неудач как бы да или что-то никто не не прогрессирует или лидерами кто не станет провели бы в один никто не стал лидерами чека до стройки не буду больше бактивник ши вести но принцип такой продолжаем сейчас не стали ему бы через год станут вообще как бы не хотят дальше заниматься отлично набираем новый был один не оставляем служение хорошо тогда но интересно было то что я рассказывал вот то есть смотрите мы занимают оппозицию лидера бактивник ши возвращаясь к началу мы сеть наберем на себя эту роль наставника да то есть того кто помогает взращиванию душ на духовном пути и нет в общем то ничего более важного то есть ну такое служение для кришны может быть более ценно да то есть он хочет чтобы мы помогла чтобы кто-то помогал душам возвращаться к нему мы очень глубокое сокровенное желание кришны исполняем делая это и в общем делаем то что шла правопад ты ожидал от этого движения правопада глился своему ученикам что каждый из вас должен стать гуру столько раз он договорил однажды сказал что в этом движении нам необходимо 10 миллионов гуру понятно кто-то будет дикше гуру тут будет шикше гуру кто-то будет лидерами бактивникшна все это по большому счету это работа гуру да то есть гуру тот кто помогает людям на пути духовного продвижения вот если мы серьезно понимаем на себя эту миссию мы можем очень важно служение сделать в этой жизни это наше собственное отношение с кришна разделает очень глубокими разобьет их и это реально позволит нам жизнь прожить не напрасно сделаться очень полезное помочь большому количеству душ вот на этом наш семинар закончится завтра с теми кто придет утром мы еще какие-то темы просматриваем вот а сейчас тогда большое вам спасибо сейчас давайте мы с ташкентским преднами несколько минут еще поговорим перед отъездом и кто не уезжает завтра мы вас ждем пожалуйста у вас похоже золотые века остались можно брать на свои бактивникши говорю что за свободные пожертвования чтобы у вас просто золотые века были на бактивникшах достаточном количестве большое спасибо шилы правопады ки санхиртана яге ки шри бактивникши ки гаура примананда